Татьяна Чучелина в доме 13 по улице Фасадная живет уже 44 года. Говорит, что за все это время капитального ремонта двора не было. Вместе с инициативной группой она взяла ситуацию в свои руки. Жители решили поучаствовать в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проект одобрили и теперь здесь ведутся работы. Подходим, смотрим, спрашиваем, что они делают, но к работе подрядчиков у нас нет никаких замечаний, они вообще молодцы. Все хорошо, быстро делают. Мы довольны. На благоустроенной территории место для отдыха найдется для каждого жителя. Вместо старых разрушенных качелей и скамеек вскоре здесь появятся новые благоустроенные. Установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием. Также предусмотрено обновление внутриквартальных проездов и инженерных сетей. Здесь будет многофункциональная спортивная площадка, которая будет включать в себя гимнастическую зону, зону тренажеров, а также для игровых видов спорта. В частности, будет для игры в баскетбол площадка. Этот двор рассчитан будет абсолютно на все категории граждан. Работы выполнены уже на 65%. К середине июня подрядчик планирует сдать готовый объект. Сложностей не было никаких. Планировку провели с администрацией, взаимодействовали. Деревья, какие мешали, тоже убрали. Старые мафы тоже. Всего в Куйбышевском районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды комплексно обновят три двора. Кроме того, в порядок приводят дворы и по программе содействия. В планах городских властей сформировать до осени три заявки для благоустройства. Напомним, что отдать свой голос за выбранный объект можно через госуслуги. На сайте 63.городсреда.ру и через виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok